А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить и подписаться на канал мистера Волпа. Он играет в Майнкрафт и у него также присутствует рубрика без модов. Он также ищет крутые команды и воплощает их в Майнкрафте. Поэтому если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Всем добро пожаловать в Майнкрафт и в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. Но перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое развлечение нас ждет в этой серии. Ну что ребята, еще раз всем привет и что мы будем делать в этой серии? Мы посмотрим, мы ребята посмотрим, что мы будем делать. Здравствуйте, Вильям. Но перед тем, как обычно, ребята, я еще раз бы хотел вам сказать спасибо за то, что мы набрали опять много лайков за один день. Просто я вижу то, что вам нравится Пиксельмон и это просто меня не может не радовать. Потому что если я вижу то, что мы набрали много лайков, значит все-таки подписчики хотят Пиксельмон. Если они хотят, то ребята, держите новая серия Пиксельмона каждый, каждый, каждый день. Так как, в принципе, она и вчера вышла, и позавчера, и вот сегодня, ребята, держите. И перед этим, как обычно, если вы хотите следующую серию Пиксельмон завтра, четверг, а не в пятницу, не в субботу, не через несколько дней, а именно завтра на следующий день. То, ребята, я бы хотел вас опять очень сильно попросить поставить лайк. Ведь если мы за этот день, сегодня, в среду наберем до вечера тысячу лайков, то я вам, ребята, обещаю то, что завтра выйдет еще одна новая серия Пиксельмон, где мы попытаемся найти какой-то гимн. Но для этого нам нужно набрать тысячу лайков. Если все-таки лайки мы наберем, а серия не выйдет, вы, ребята, знаете то, что я вам буду должен добавить вас в друзья ВКонтакте, сделать вам какой-то подарок в ВКонтакте, расписаться у вас на стенке и даже, возможно, сделать какую-то сигму. Но это если только серия не выйдет, не выйдет в течение дня. То есть умники, которые там в 6 часов утра, они уже мне пишут, пишут, Эдисон, давай, там мне сигнули подарок, потому что серия не вышла. Ребята, не в 6 часов утра, а в течение дня. Поэтому, если вы хотите новую серию, поставьте лайк. Тысяча лайков, завтра выходит новая серия. Также, ребята, и те, кто не верит в то, что я общаюсь с ними подписчиками, если ты не веришь, то можешь оставить комментарий под этим видео и увидишь то, что я отвечаю на вопросы подписчиков и также с ними общаюсь. Я буду рад прочитать твои комментарии и ответить. И последний, ребята, перед тем, как мы начнем, это просто не забываем подписываться на мой канал. Я также буду очень сильно рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому, чувак, я бы вот тебя прямо, тебя хотел попросить бы подписаться на мой канал. Если бы я мог, я бы тебя, честное слово, обнял, но, к сожалению, рамки интернета не позволяю. Да, но все же я буду очень сильно тебе благодарен. Не подведи, пожалуйста. Ну, а мы, ребята, продолжаем. Что мы будем делать в этой серии? Я, если честно, не помню. Наверное, все-таки мы просто-напросто пойдем дальше охотиться на покемонов. Кого мы ловили? Ребята, честное слово, кого мы ловили в предыдущей серии и кого мы можем выложить в этой серии? Мне кажется, можно уже даже будет быстро... Дропион, сороковой уровень. Все-таки я вроде говорил то, что мы прокачаем его до 50 уровня, да? А потом выложим. Но зато мы уже можем выкладывать соломенца. К сожалению, летать мы на тебе уже не сможем. Но все же, точно, мы, ребята, сделаем Иви. Вот я не знаю, кого. Очень, очень, очень много людей хотели Амбриона. Очень и очень много людей хотели Амбриона. Но давайте посмотрим, рассудим. Кого нам быстрее сделать? В принципе, мы можем постараться сделать Амбриона в этой серии. Но я не гарантирую то, что это будет очень быстро. А где вашу мать моя ш... Вот она, шапочка. Я уже напугался, что я ее выкинул. Постараемся, ребята. Вот, честно, снова постараемся сделать Амбриона. Также мы прокачаем еще Дропиона 10 уровней. И после этого мы, ребята, его выложим в компьютер вместо Дропиона. Возьмем, ну, какого-то следующего покемона, неважно, да. А сколько у нас там? Нет, у нас уже 12. Я и... Вот, ребята, я вот сейчас шел на верхний этаж. Ну, в смысле, клиф. А, лифт я уже пропустил. Просто шел туда, чтобы взять еще ресурсы, чтобы продать. И чтобы уже купить себе еще один мастер-бул. Но мы и так его уже можем купить, ребята. Ведь мы уже насобирали 12 серебряных монет. Это, если честно, очень много. Откуда мы будем продолжать, ребята? Может, мы опять отсюда продолжим целый би? Потому что в предыдущий раз, вроде, когда мы отсюда продолжали, мы, вроде, нашли тут Шайни Гипну, да? Да, тут, вроде, Шайни Гипна был. Мы его нашли. И мы его словили в предыдущей серии, кто не помнит. Это было очень круто, потому что это наш второй Шайни Покемон в этом сезоне. И сейчас мы просто-напросто запинаем этого Арбука. Круто. Кому там уровень дальний? Ага, то есть, Кронидусу... Я забыл, ребят, я забыл, честное слово, то, что сначала нужно выкидывать в бой Иви, да? То, что, в принципе, чтобы ей уровень тоже шел. Ух, я не знаю, в принципе, Кронидуса нужно прокачивать, Иви нужно прокачивать, и Дропиона еще нужно докачать. Поэтому, в принципе, у нас еще много покемонов, которых нужно прокачать. А времени не так-то и много есть. Но все же мы постараемся. У нее было 7... Три Блейз Паудера! Нифига себе, это, можно сказать, 3 монетки нам выпилить с одного Магмора. Нихренась! Ребята, только что у Иви было 70 частей, мы убили одного Магмора. У нее уже 105 частей. Все-таки, ребята, мы, наверное, даже ее эволюционируем в этой серии. Вот, честное слово, ребята, мне кажется, где-то процентов так 80 горило, то, чтобы я сделал Амбриона. Где-то так процентов 20 были за то, что, чтобы я сделал Амбриона. Остальные были так, там, Эспион и вот эти все другие, Иви, да? Но все же, ребята, давайте сделаем так. Первая наша Иви, наверное, все-таки будет Амбрионом, так как многие проголосовали за нее, да? Твою мать! А следующий будет? Следующий будет, наверное, все-таки Глассион, потому что за Глассиона тоже много. О, я вижу, ребята, Покебол, потому что за Глассиона тоже много проголосовали. А следующий, я не знаю, может там... Не Глассиона, а Аббриона, да? Ошибся, извиняюсь. А следующий, наверное, да, следующий тоже, наверное, будет какой-то там Глассион или там Эспион, за которого... Или Желтеон, наверное, потому что за Желтеона тоже многие голосовали. Иди сюда, паскуда! Только не нападай на нас, а дай я тебя кину покемона. Да ты чё, издеваешься? Да ты чё, издеваешься? Я тебе прям в жопу кидаю, вот ты... Твою мать! Тво... Твою... Да он... Тво... Охренеть просто, да просто. Так, по Чирису уже 75 уровень. Ещё 25 уровней, ребята. Ещё 25 уровней. Вот так. Сколько там уже счастья? 129. Я не знаю, как, ребята, вы думаете, сможем ли мы прокачать и эволюционировать уже Иви в этой серии? Я не знаю, честно. Посмотрим. Наверное, всё-таки я зря, может, выложил Соломенца. Мы бы, в принципе, сейчас быстренько могли передвигаться, но... Если бы я его не выложил, то мы бы просто-напросто сейчас бы не взяли Иви, да? Потому что места бы не хватало. Твою мать! Как вас тут много? Шинкса мы тоже, ребята, стоим, но немного позже. Сейчас, ну... Не хочу. Мы просто-напросто в предыдущей серии очень много покемонов словили, поэтому я просто сейчас не хочу ещё кого-то словить. Наверное, потом словим кого-то. Ещё один Арбок. Давайте его замочим. Ладно, не замочим, а просто, просто, просто убьём. Опа, 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 опа. Сюда можно спускаться. Такой небольшой мод. Вот, в принципе, вот смотрите. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Что я считаю? Мы только что выкопали одиннадцать монет. Мы только что выкопали одиннадцать монет. Это, в принципе, много. То есть, учитывая то, что на это нам понадобилось, там, десять секунд, мы выкопали одиннадцать монет. Это очень даже, ребята, круто. Этот мод реально даже полезен для нашей затейки, да, то, что мы, то, что, в принципе, мы придумали в этом сезоне. Тридцать второй уровень. Давайте, давайте убьём. Иви, когда станет амбрионом, она, в принципе, сама по себе уже сможет офигеть, как убивать. Но она ещё им не стала. Тридцать четвёртый уровень. Она уже двадцать четвёртый уровень. Двадцать четвёртый уровень. Это уже офигеть. Сколько там? Я хотел посмотреть, сколько счастья они вылечатся. Но всё же, сто тридцать семь. Ты какой уровень? Вот, сорок второй. Если бы мы сейчас нашли какого-то босса, это было бы прям суперски. Потому что, если бы мы нашли какого-то босса, мы бы прям, только с этого босса уже, можно сказать, прокачали бы Иви. Офигеть как, да? И у неё бы уже, наверное, около двести счастья было бы. Но, к сожалению, к сожалению, не так-то это просто найти босса. Мы, в принципе, вроде за вот эти все серии, не знаю, сколько там их уже прошло. Да твою мать. Мы, можно сказать, нашли всего лишь там, я не знаю, двух-трёх боссов, да? Ну, может, чуть-чуть больше, там, три-четыре босса. Но всё же это не так-то и много. Учитывая то, что в предыдущем сезоне мы находили там каждую серию по десять боссов. Вот это... О, нет, двадцать второй уровень это... Да твою мать! Я же, я же сказал, двадцать второй уровень это фигня. Зачем ты на меня напал, зараза? А? Зачем ты на меня напал? Вот, сорок шестой уровень это уже вообще другое дело. Это уже вообще другое дело. Ребята, смотрите на карту, не на карту, а вообще так. Может, вы заметите какой-то покебол, может, вы заметите какого-то босса, а я его не замечу. Но зато хотя бы вы будете знать то, что он там находился, а я его не заметил. Давайте включим шейдеры, потому что ночью вообще нихрена не видно. А шейдерами вдвойне нихрена не видно. Ладно, там ещё... Охренеть, сколько вас арбуков тут? Тут один, тут ещё один, сайтер там. Может, в принципе, ребята, мы сайтер попытаемся словить? Как думаете? Я вроде в предыдущей серии хотел его словить, но нам не удалось его словить, можно и так сказать. Чарм, я не знаю, честно, что там может... Сколько там уже счастья? 157. Я не знаю. В принципе, в принципе, если вот таким темпом, как мы это сейчас сделаем, то может, 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 даже к концу серии мы это сделаем. Ладно, нападай, зараза. Может, ребята, я ещё раз повторяюсь. Я постараюсь, но я не обещаю. Давайте вылечим и сами покушаем. Там жирафа рычит, жирафа, 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 жирафа. Твою мать. Главное, не убей, пожалуйста. Ага, ты не можешь. Ладно. Ладно. 46 уровень, мы его так запинаем. А, в принципе, да, тут... Сейчас, вот так. А, в принципе, да, тут же спавятся и большие уровни. Вы помните, ребята, то, что в предыдущий раз мы тут... В предыдущей серии мы тут ночью нашли вроде одного покемона 61 уровня, а второго покемона 63 уровня. Это охренеть просто. Ну, большие уровни, да, то есть только с этого 60 уровня нам уже... Офигеть, как много опыта дастся, да? Так, 161. Но, вы не забывайте то, что если мы даже прокачаем счастье, то всё же... Всё же нужно будет потом эволюционировать и в ночью, а не днём. Потому что если мы её всё-таки... Это ещё... Ребята, вы в курсе, что это ещё один алтарь Забдоса, который вот тут находился, а мы его не заметили. Другой алтарь Забдоса... Ага, если вот так... А, нет, это тот же, это тот же. Это тот же, извиняюсь. Просто была выключена вот эта метка, да? То, что там у нас находится вейпоинт. Поэтому я и не заметил. Да, в принципе, если бы это даже был... Был бы другой, то большой разницы бы это не сделало. Нам бы и так, и так уже не нужен был бы Забдос. Вот! Вот это большой уровень. Вот этот большой уровень, да? 55-й, да. В предыдущей серии я говорил, что он был там 60 чем-то. МИ-МАЙТИЕНА, да? Я, надеюсь, правильно прочитал. 3000 опыта. Зашибись. Ещё бы вот таких парочку. Ещё бы вот таких одного-два. И было бы... Не нападай, ты нам не нужен гроулит. Мы у тебя, в принципе, наверное, словим, но позже. Но позже. Позже, 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 позже. Босики, босики, коробосики. Пожалуйста, мы вас так уже давно не видели. Мы вас так уже давно не видели. Идите-ка вы сюда. Может, ребята, мы в пустыню ещё пойдём. Может, Гроудоша вылезет. А может, фиг его знает. Может, просто побегаем, походим. Давайте вот ещё вот этих двух убьём. И, наверное, всё-таки уходим уже отсюда. Потому что кто знает. Может, он сейчас не спавится, но зато он может заспавиться в любую секунду. Так же, как и любой другой покемон. Никто не знает, когда они вылезут, да? И давайте ещё... Ах, это 27 уровень. Лучше бы я даже не нападал на него. Но всё же. Так, замечательно. И, в принципе, да, ребята. Давайте, может... Вот сюда пойдём. Но я не знаю. Вот ночью есть ли тут какие-то большие уровни. Кто-то помнит? Тут... Вот там тренера бегают прям как жопы насоленные. Но больше я, если честно, никого не вижу. Мару ввод, мару вак. 40 уровень, в принципе. Сойдёт. Сойдёт, мне кажется. Круто. И по Черису уже, в принципе, даже 76 уровень. Офигеть, ребята. Таким способом мы её уже саму докачаем. Вот честно, как только мы её докачаем до 100 уровня, я где-то серию 2 побегаю, да? Чтобы просто-напросто посмотреть. Выпадает ли что-то крутое с её помощью? Если не выпадает, то... К сожалению, зря мы, наверное, её столько качали. Но зато мы будем знать то, что не следует качать таких покемонов больше, как там... Тедюрса или там Мяут, да? Потому что они вроде обладают такой же способностью, как и... Как и вот это. Как и по Черису, да? То есть... Как и по Черису. То, что с этих покемонов, с помощью этих покемонов нам также могут выпасть какие-то шмоточки. Вот ещё одна. С 34. 38. 38. И 38. Давайте убьём. И вот ещё один. 38-й. Ещё один 38-й. Нифига себе. Я вроде, ребята, уже более-менее так, не знаю. Голос у меня уже вроде не такой странный, как был. Кто не знает, я там предыдущие... Предыдущие пару серий я был... Ну, простыл, да, можно сказать. У меня там и насморк был, и... Голос немного поменялось. То, что я, ну, в нос разговаривал. Сейчас, в принципе, так же, но уже... Но уже не так заметно. Уже не так заметно. Поэтому, в принципе, я даже себя раздражал, если честно. То, что у меня был вот такой голос странный. А вас, наверное, вообще... Но всё же, ребята, я ещё раз извиняюсь, но... Заболел, ничего тут не сделаешь. То есть, не я выбрал, чтобы у меня такой голос был. Поэтому, ребята, извиняюсь. Сколько, Иви, у тебя там уже счастья? Твою мать, а! Давай уже эволюционируй. Сколько там? 181. А серия у нас уже длится... Ух ты, нихрена себе. Серия уже около 20 минут сейчас будет длиться. Ух, ребята. Я как-то сейчас посмотрел. Вряд ли мы, наверное, даже Иви в этой серии эволюционируем. Да ну нахрен. Нам ещё осталось... 40 счастья. Вряд ли мы это сможем сделать в этой серии. Ну, в следующей серии, ребята, 100%. В следующей серии 100% мы уже её эволюционируем. Потому что, ну, сами видите, то, что... Это всё-таки заняло так немного времени. Я думал, что мы сможем... Я, если честно, с начала серии хотел всё-таки сделать Вапуриона. Если бы я придержался вот этой мысли, то Вапурион бы у нас уже давным-давно был. Но всё же я решил сделать Амбриона. А как видите, Амбрион... Ну, немного больше времени заняло, чем я предполагал. 180 счастья. В следующей серии 100%, ребята. Вот честное слово, не кричите. В следующей серии у нас 100% уже будет Амбрион. Сейчас 185 счастья. Разве что, если тут где-то какой-то жёлтенький босс заспанится. Или даже, ну... Пускай даже красный, да. Если заспанится, то ладно. Мы бы там, может, сразу подняли несколько уровней. И, в принципе, может, мы даже уже смогли бы. Но, к сожалению... К сожалению, вряд ли мы это сможем. И давайте вот так. Мы вообще ходим хоть сейчас возле Desert Hills. Ходим. Вот сейчас как раз мы тут и находимся. Desert Hills, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. За спавном кого-то мы были бы очень рады. Да, ребята? Ух, вот ещё давайте вот этого запинаем. Это, как обычно, большой уровень. И, в принципе, вот это. Ух ты, 54 уровень. Ни хрена себе. Вот это тоже большой уровень. И сейчас уже утро будет. А утро... Утром у нас вроде райква заспавнится, да. Утром у нас же вроде райква заспавнится. Но вряд ли мы успеем найти... В какое-то место, где она спается. Хотя, возле нашего дома вроде есть вот это. Как оно там называется? Sunflower Plains, да? Ох ты, твою мать. Опять там конченый пигнайт. А я вроде... Я вроде хотел ты пига, а не пигнайта. Охренеть. Они, наверное, с меня просто-напросто прикалываются, да. То есть... Мы нашли один раз или там два раза пигнайта. Мы его не смогли... Не пигнайт, а ты пига, да. Мы его не смогли словить. Ну, просто-напросто он не словился. А сейчас мы нашли... Я уже не знаю, запрету... Вот! Не успеваю... Охренеть. Вот не успеваю я вот это сказать, как у нас на глазах спавится покемон. Ребят, это совпадение то, что... Я не успел сказать про типига, и он сразу... Сразу же у нас на глазах заспавился. Но по сути... По сути, восьмой уровень мы его должны словить с помощью той же почерису, да. Потому что она большой уровень. Но, как вы знаете, вот эти мелкие заразы, они прям черти невыносимые, да. То есть, они хрен, хрен ловятся. А ударить мы, к сожалению, его ничем не можем. Потому что, если мы его один раз стукнем, то, мне кажется, он сразу умрет. А там за нашей спиной сразу два покема заспанились. Так красиво я видел. А, нет, словили! Круто, 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 круто. Очень даже круто. Босиков там нету, случайно нету. Если бы там были босики, они бы друг с другом не дрались. Все же, ребята, хоть мы в этой серии не прокачаем Иви, точнее, Иви мы это прокачали, не эволюционируем Иви, потому что, ну, просто времени не хватает. Зато мы словили типига. И я вам, ребята, обещаю, то, что, если все-таки завтра выйдет серия, то, что, по сути, зависит от вас, то мы, ребята, завтра уже будем иметь Амбриона. Да, не смотрите, что там был Тайфлоужин, у нас он уже давным-давно есть, он у нас уже даже прокачанный, уже даже 55 уровень. Мы уже качали Тайфлоужина вроде в предыдущей команде, что ли, можно так сказать. Поэтому, нету смысла. Давайте еще парочку нумелов убьем, потому что с нумелов выпадает даже очень крутой дроп. Хавчик выпадает, выпадают монетки, если так, прямым путем говорить, да. То есть у нас уже есть 9 Блейз Паудера, это 9 монеток. Может нам еще по Шурику забежать в этот лес, как вы думаете, ребята? Как вы думаете? Может Иви будет, может, да, то есть, ну, одна Иви это не предел, нам еще офигеть, как много Иви нужно словить. Офигеть, у меня тут FPS упал. Что тут нахрен, 30 легенд где-то за кущами спрятаны? Или в кущах? То, что у меня FPS от 50 до 15 нахрен упал. Охренеть просто. Офигеть. А что, сейчас я, может, камеру немного ниже сделаю? Вот так я смотрю, как-то она где-то в космос летает. Офигеть, вы что, офигели что ли? Хрена ли у меня тут так FPS упал? Я говорю, где-то тут за кущами или в кущах какая-то легенда спряталась и не хочет выходить. И как будто такой намек, мол, вот я тут, зараза, попробуй меня найти. Вот. Как только я отсюда вышел, у меня опять вроде... Твою нафиг. У меня вроде опять FPS возобновился. Да, мистика какая-то. Ладно. Куда бы еще можно пойти быстренько? Кто у нас где спармится? Ну вот Забдос, в принципе. Тут же может заспармиться Райкоу. Может. Может, а может он заспавится. Вряд ли он когда-то заспавится. Я... Сколько нам там нужно? 5 легенд в этом сезоне, да? Чтобы... Ну, цель сезона, да? То есть, вроде там 5 легенд. А я быстренько ты поехал в джунгли, потому что мне в голову пришла такая идея, то что, по сути, самой простой легендой это должна быть Мью. Мне кажется, Мью должна намного проще спармиться, чем тот же Грудон, чем тот же Райкоу, Суйкун. Нихрена себе это прыжок... Охренеть! Вот я сейчас тебя только за этого славлю. Ты прям охренеть, чувак, крутой. Вот, честно говоря, вы видели, что это прыжок веры настоящий быть. Это офигеть меня прям порадовало. Тропиус, ты прям какой-то чудо-мастер. Я только поэтому вот тебя сейчас захотел словить. Если бы не вот этот прыжок веры в воду, я бы тебя, если честно, вообще не обратил бы внимания. Но это офигенно было. Тропиус вообще тут мастер, я не знаю, паркура и, в принципе, вообще прыгает. И даже круто. По сути, ребята, я просто подумал, что тот же Киогур, тот же Грудон и, по сути, все другие покемоны. Мне кажется, что Мью должна быть, наверное, самой простой легендой, которая должна спавниться. Хотя я помню, в предыдущем сезоне мы, наверное, Мью словили одной из самых последних. То есть у нас уже были вроде все легендарные покемоны и оставалось только Мью. Вроде. Но если учитывать еще предыдущие сезоны, в предыдущих сезонах нам только Мью каждую серию испавнилось. Вообще больше никто не испавнился, только Мью. Я не знаю, честно, ребята. Посмотрим, посмотрим. Я не могу... Это Ри... Аааа... Риолу. Если бы у нас сейчас не было бы Лукарио в данный момент, да, то я бы вообще офигеть как обрадовался. Но у нас есть уже Лукарио. Опа! Пейзажики нужно пофоткать, ребята. Пейзажики это всегда круто. Так. По сути, тут должны спавниться Бишарпы, да? По сути. Да. В предыдущем сезоне. В предыдущих версиях. А сейчас... Так. Давайте, может, мы посмотрим... Опять Риолу или это та же? Мачоп. Аааа... 25 уровень. 8 уровень. Я помню, кто-то... Кто-то с подписчиков меня просил словить Мачопа. Мол, Мачам потом будет все... Все дела крутые. В принципе, Мачоп мне нравится. Я не буду это отрицать. Он, если честно, очень даже крутой. Кузатик Снорлакс. Поэтому я его и словил. Вот тут вроде никто не может заспаниться. Вроде только в Экстрим Хиллз М. Или как это там называется. Вроде только там может заспаниться Энтей. Но мы сейчас ходим в обычных Экстрим Хиллз. И мне кажется, тут больше никто не может быть. В Хитмон Ли там всякие. Я не знаю, ребят. Так. Это кто там? Нет, Старапторы нам не нужны. А мне кажется, в принципе, уже можно вообще уходить отсюда. Мы тут уже больше... Просто-напросто нечего тут уже больше ловить. Может, мы еще пойдем там наведаем Селеби на всякие пожарные. Да, вдруг. И твою ху. Думал, что прыгнул. Потом передумал, что прыгнул. Потом опять подумал, что прыгнул. И, короче, вот так. В принципе, ребята, да, уже можно, наверное, уходить будет. Давайте еще проведаем Селеби вдруг. Вдруг. А вдруг. Вы помните то, что в предыдущем... Вот, знаете, кто помнит? Кто помнит предыдущий сезон? Кто помнит, как заспавнилась Селеби в предыдущем сезоне? Кто-то помнит? Если нет, то я вам напомню. Она очень долго не спавнилась. То есть, ее очень долго не было. Она не хотела никак вылазить. И, в принципе, Селеби вообще никак не хотелось спавниться. Потом в один момент мы просто, наверное, в удачный момент тэпэкнулись. Именно, наверное, в ту секунду, когда начинался спавн Селеби. Потому что я не знаю, то ли он только ночью, то ли только днем. Хрен его знает. Короче, начинался спавн Селеби. И Селеби заспавнилась. Как только мы тэпэкнулись, в ту же секунду заспавнилась две Селеби. То есть, весь сезон не было ни одной Селеби, а мы прям тэпэкнулись в такой отличный момент, что в ту же секунду заспавнились две Селеби. Это просто офигеть, если честно. И вот тогда, вот тогда, ребята, я и словил Селеби в Даскбол. То есть, мы на нее даже не потратили Мастер Бол. Мне повезло то, что я словил Селеби. Я ей даже жизни не сносил. Я просто кинул в нее обычный Даскбол и словил ее Даскболом. Потому что тогда, по сути, ночь была, да? Это офигеть, это офигеть, то, что нам повезло. Но, не каждый же раз нам будет вести то, что вообще хотя бы заспавнился с Селеби, да? А не то, что мы вообще ее слоим в Даскбол, да? Вот давайте, знаете что, ребята? Вот давайте сейчас сюда пешочком заберемся быстренько, посмотрим. Посмотрим, посмотрим на Гроудона, да, допустим. Посмотрим, как он там поживает. Потом сразу же тэпэхнемся за Селеби. Сразу же, может, тэпэхнемся за Мью. И, наверное, на этом мы будем заканчивать серию. Вот сейчас, под конец серии, мы попытаем удачу. То есть, вдруг... А вдруг? Пора бы уже, пора бы уже. Это 42-я серия, а у нас еще легенд нет. Потому что легендарные птицы, ну... Я не могу назвать это легендами. Если в давних версиях они спавнились по себе, да? Там, Забду спавнился в лесу, Молтро спавнился в горах, Артикуно спавнился в зимнем биоме в горах, да? То есть, сейчас, в принципе, такого нету. Сейчас они спавнятся Орбом и Ялтарем. Поэтому какой-то большой затейки там нету. Но все же, ребят, как вы видите, никто просто-напросто не вылез. Мы быстренько тэпэхаемся к Селеби. Смотрим. Если никого нету, то можно уже, наверное, уходить. Да, в принципе, мы уже уходим, ребята. К Мю, я не знаю, есть ли смысл к Мю, тэпэхаться. Мне кажется, она даже ночью не спавнится. Да, мне кажется, она даже ночью не спавнится. Венонаты. Венонаты. И больше никого. Ладно, ребята, мы на этом уже будем идти домой. Ух. И, наверное, все-таки заканчивать уже серию. Давайте еще продадим вот эти все вещички, которые мы добыли. Что там у нас есть? Немного, да, в принципе. Ну, парочку монеток, в принципе, тоже монетками можно назвать. Ну что, ребята, к сожалению, серия уже подходит к концу. Я уже спать просто сейчас, наверное, иду. Я очень благодарен то, что если вы досмотрели ее до конца, я опять хотел бы вам повториться то, что если мы набрем тысячу лайков на вот этой серии, то завтра же выйдет следующая серия. То есть, сегодня, среда, вышла вот эта серия, потому что мы вчера набрали тысячу лайков. Если вы хотите, чтобы завтра вышла новая серия, то есть, четверг, то все, что нужно, это сейчас набрать тысячу лайков на вот этой серии. Я просто, ребята, во-первых, в первую очередь, я буду вам благодарен. Во-вторую, вы получите свою серию. И тем самым будут... Ух, ну хрена себе, тут нужно это все застроить. Тем самым будут... Каждая новая серия Пиксельмона каждый день. То есть, Пиксельмон каждый день, а не через там несколько дней. Поэтому, ребята, тысячу лайков, новая серия. Если лайки наберутся, серия не выйдет. Вы знаете, подарок в ВКонтакте, роспись на сене и добавление в друзья. Также не забываем оставлять комментарии. Кто не верит, то я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вам нужно, это просто-напросто оставить свой комментарий, и вы увидите то, что я на него отвечу. И тем самым с тобой пообщаюсь. И последнее. Самое важное, не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому вот прям тебя, чувак, я бы хотел попросить подписаться. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.